Вкарает. Нет, 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 не трогай ничего. Иди сюда. Всем привет, с вами Марго. Обязательно досмотрите это видео до конца, и тогда вы узнаете конкретные, очень крутые подкасты, которые я сама слушаю и советую вам послушать тоже. Ну что, поехали. Я начну с того, что в принципе расскажу про подкасты в моей жизни. Наверное, они стали занимать особое место в моем распорядке дня, когда у меня появилась собака. Потому что гулять с собакой и слушать подкасты — это отдельный вид удовольствия. Я слушаю подкасты ежедневно, когда гуляю, когда прибираюсь. Вот во время работы я не могу, кстати, слушать, а делать какие-то рутинные дела или гулять — прям самое то. Некоторые мои подруги слушают подкасты во время тренировок, например, в зале, на дорожке. Тоже вариант. В чем удобство? Огромное количество полезной информации, каких-то просто смешных, веселых историй. Можно учить язык. Я с помощью подкастов учу английский, украинский, слушаю и таким образом такое аудирование дополнительное провожу. Знаю, что многие чувствуют какой-то недостаток общения, и подкасты могут дать вот это человеческое живое общение. Есть смешной мем на эту тему, и прямо как вот на той картинке подкасты позволяют почувствовать себя не одним, но как бы поучаствовать в разговоре с другими людьми и провести время за приятной беседой. Итак, я разделила все подкасты, которые я люблю, на пять категорий. У меня получилось пять основных тем. Давайте начнем с первой — это рабочие подкасты про маркетинг. Я слушаю здесь три подкаста, на самом деле, про маркетинг их вроде так много. Маркетологи прям прочно обосновались в подкастах, но у меня вот три любимчика. Это подкаст, короче говоря, «Богема и маркетинг» и «Гуров Диджитал». Короче говоря, это еще и подкаст моей подруги Владлены, поэтому обязательно послушайте его в первую очередь. Все три рассказывают про маркетинг, про диджитал, про новости СММ, про каких-то интересных маркетологов и про кейсы на западном и на нашем рынках. Вторая категория подкастов, которые у меня отдельной подборочкой есть — это отношения, секс, все, что связано с этой темой. Тут, на самом деле, тоже очень много подкастов, я слушаю постоянно четыре. Подкаст «По уши», очень прикольный формат, такого аудио тиндера. Там выбирается главный человек, как сезонный, типа девушка, потом там был парень. И по аудио, не видя картинку, слыша только голос, девушка должна выбрать себе партнера. Очень прикольно. Второй — это «Истории русского секса», очень крутой подкаст, от студии подкастов «Либо-либо», прям рекомендую. Он такой, исторический немного даже. Потом «К тебе или ко мне», мой любимый — это подкаст Крис Вазовский и Егора Егорова. Очень смешной, постоянно хохочу просто, иногда иду по улице, и как-то начинаю смеяться, на меня странно смотрят люди, а я просто слушаю веселый подкаст. И третий — «Секс Мари», подкаст от «Мари Новосад», очень крутой, это такой просто секс в большом городе нашего времени. Третья категория я условно назвала, это подкасты о психологии. Их больше всего я слушаю, моя любимая категория, их дофига на самом деле. В основном они все в формате интервью. Например, «Искусство ошибаться» или подкаст Ксюши «Это непросто», Ксения Шульц. Да, «Я с тобой» — офигенный подкаст, он такой терапевтический, сэкономит вам 3000 на сессию психолога. Это подкаст, в котором очень приятным голосом, успокаивающим, на одну какую-то конкретную тему дают, как будто бы войс вашего друга. Очень классно, если чувствуете выгорание или расстались с партнером, или уволились, там прям берете эту тему, выбираете и слушаете такое успокаивающее послание. Headspace. Про этот подкаст, про этот вообще сервис в целом я уже рассказывала в одном из своих видео. У Headspace есть свой подкаст, он на английском и содержит такие очень короткие mindfulness-послания каждый день. Выходит каждый день уже лет 5, поэтому там куча контента, и в Headspace мне нравится, что все подкасты буквально 2-3-5 минут максимум. Еще два, «Чай с психологом» Егора Егорова, которого я уже упоминала, тоже в формате интервью на разные темы. И «Успешный успех». Недавно нашла его, новый подкаст, там три девушки, все три работают в сфере медиа, в СМИ, и три подруги рассказывают свое мнение на разные такие этически неоднозначные темы. Рассуждают, очень интересно, разговор прям приятно его слушать, очень интеллектуальный и при этом такой актуальный. Подкасты тематические, например, «Шумояркость» — это обалденный подкаст про музыку в кино. То есть одна конкретная тема, которую рассматривают здесь. Потом я очень люблю подкаст «DFT Magazine», с помощью него я как раз учу украинский. Здесь несколько тем архитектура, кухня и музыка конкретных украинских городов. «Извини, что голосовым» — подкаст про жизнь в разных странах, про то, как встречаются, как работают, как знакомятся, дружат в других странах мира. Подкаст «Волосы отрастут», где он у меня потерялся, вот. Его делает моя однокурсница Вика Взятошева. Мы с ней учились вместе на журфаке. И Вика сделала отдельный подкаст про жизнь после того, как ты узнал, что у тебя рак. Еще один классный подкаст от Forbes называется «Тандемократия» про то, как запускать проекты вдвоем. Ну и, наверное, в этой категории все. Есть еще мои любимые юмористические подкасты, например, подкаст «Годно». Очень веселые. Две девушки рассматривают в формате, знаете, Парфенова события разных лет, начиная с лет, когда они родились. 10 из 10 делают тоже две мои знакомые. Даша с Сашей рассказывают про то, как у них что-то в жизни происходит с шутками и историями от слушателей. Очень веселый подкаст. Также вы сейчас можете слышать, как Биба настойчиво просит, чтобы с ней поиграли и приносит все свои игрушки по очереди. А я покажу следующий подкаст. Он называется «Деньги пришли». У него уже просто очень много сезонов. Я слушала каждый подкаст. Это подкаст про деньги, про отношения с деньгами. На самом деле он уже намного шире. И там мой любимый Илья Красильщик и Саша Поливанов рассказывают про разные темы, связанные так или иначе с деньгами. Очень крутой подкаст есть также тоже у студии «Либо-либо». Называется «Сперва родим». Здесь несколько отцов рассказывают про жизнь с детьми. Они очень веселые, прям такой уже вокруг подкаста большой комьюнити, его все любят. Есть классный подкаст на украинском. Называется «Shit I know». Он про разные вещи, которые знают ведущие. И почему-то их тоже очень весело слушать. Ну и последний здесь – это «We bought a house». Это подкаст на английском, который сделала Клаудио и Финес. Финес, вы можете знать, это брат Билли Айлиш. Вроде ничего особенного, они просто рассказывают, как парочка, про то, как они купили дом, как они съездили в турне, как они были в отпуске. Но настолько теплый подкаст, кажется, что ты сидишь вместе с ними, пьешь чай и уже давно их знаешь. Как вы видите, у меня здесь очень много других подкастов. Какие-то задерживаются у меня в наушниках, какие-то я слушала один-два раза и все. Я хотела сделать отдельную категорию подкастов про коучинг, но на самом деле их немного. Я слушала всего два, и они мне, если честно, не очень зашли. Возможно, мне нужно сделать свой подкаст на эту тему и показать вам. Как всегда, подписывайтесь, ставьте колокольчик, ставьте лайк этому видео. Если вам понравилось то, как мы с Бибой рассказали про интересные подкасты.